здравствуйте и так свершилось большая московская тусовка до сих пор разбросанная по разным европейским и не европейским столицам в эти дни собралась в берлине называется оперятия правда по-другому первый съезд иноагентов или что-то в этом духе и проходит она она в отеле где-то еще не самым дорогом на не самым дешевым берлинском отеле в общем-то до последнего момента все держалось в секрете место приведения на всякий случай хотя как пишет немецкая волна особых мер безопасности не замечено единственное всеобщее внимание привлекло появление марка фейгена в сопровождении неотступно следовавших за ним трех рослых высоких охранников чеченцев но в остальном уже перед тем как записывать это видео посмотрел в интернете там видеоматериалов и прочих немало желающие могут так сказать почитать послушать посмотреть и составить собственное мнение я же хочу остановиться лишь на одном ну во первых опять же большая московская тусовка но где она еще может собираться в каком-то заштатном немецком французском или там не дай бог бельгийском городишке естественно в столице ну а берлин в этом плане наиболее подходящее место все-таки русскоговорящее население германии явно превышает своих коллег в других европейских странах ну не знаю как насчет англии вообще и лондона в частности но там могут у некоторых возникнуть проблемы с визами еще чем-то здесь съехались пообщались там кофе какие-то там стенды вроде бы запланированное посещение кого-то музея в общем в общем решили наконец-то не то чтобы они и раньше не были большинстве своем лично знакомы но решили наконец-то потусоваться вместе но погода он начало февраля сами понимаете в европе где дождь и снег где ветер где все это вместе ну а там тепло хорошо правда стоит это как написала художница юлия цветкова когда она обратилась услышав совершенно случайно о том что готовится это мероприятие она обратилась к организаторам без надежды на то что и ответить ей ответили что надо поселиться там-то там-то там 120 150 евро за ночь значит стоит а если не там то никто не гарантирует участие в самой собственной этой так называемой конференции плюс дорога туда хотя опять же злые языки утверждают что кто-то один или несколько все это проплатили даковский всячески открещивается от участия в организации этого мероприятия другие там кто-то бьет себя лучше да это мы организовали ну и там различные выступления по тем или иным темам там один из водковых старший по моему принимал там чуть ли не весь вчерашний день поздравления за свое участие в освобождение музыкантов битва и их в прилете в израиле не в россию и он же по некоторым данным заявила у нас как бы нет ни у кого поводов для пессимизма мы здоровы живем нормальных странах обеспеченные ну и так далее так далее ну собственно говоря да у них повод для пессимизма ну никакого какой из скажем выхлоп от этой встречи естественно опять же нулевой вопрос в другом что никому голову не пришло если пришло тут же ушел как говорят знаете мысль пришла к нему голову не найдя там никого тут же ушла так вот кто-то точно знал сколько это обойдется само мероприятие собственно в берлине плюс вполне можно было собрать информацию от всех участников а их там числом что-то 129 что ли очных и несколько победила связи участвующих собрать с них данные скажем поскольку им обходится дорога туда-назад сложить все эти деньги в одну кучку и ладно уже не перечислить их на помощь в ссу ну так поделите на две или три части и перечислите организациям в германии в польше хотя бы в тех странах где больше всего украинских беженцев перечислите равные доли вот в в эти страны чтобы самим государством этим нагрузка от приема и так сказать обеспечение всем этих украинских беженцев было чуть полегче а саму конференцию средства нынешние позволяют провести онлайн хоть неделю общайтесь хоть как угодно но насколько бы это подняло скажем рейтинг этих деятелей даже трудно предположить ну учишь собраться пообниматься по тусоваться кстати среди по фотографиями видел не видел не обнаружил там одну из самых больших так сказать противниц в кавычках кремлевского режима юлечку латынина что-то она там не явилась ну естественно невзорово вряд ли кто-то туда приглашал не тот формат ну вот собственно а все остальные все остальные давно хорошо знакомые общались он пресса ну все замечательное разъехали по своим уютным лондонским парижским и не только парижским квартирам и все замечательно а российскому народу десятки миллионов которых до сих пор живут без центрального отопления канализации и даже водопровода вот они до обязательно пойдут случае что обязательно пойдут за этими вот лидерами так сказать общественного мнения я бы честно говоря не пошел ставите здоровы израиль продолжает свое правое дело слава украине живи беларусь